В условиях кризиса непросто устоять любому предпринимателю, тем более такому уязвимому, как СПК. Деятельность одного из таких в Левашинском районе уже давно является темой бесконечных споров и конфликтов. К нам в редакцию обратились жители села с просьбой осветить ситуацию. Недовольство людей достигло предела. Дальнейшую судьбу СПК решали на сельском сходе. О том, что там происходило, наш следующий материал. У сельсовета села Арши собирается народ. Люди пришли на сельский сход. Это представители трёх левашинских сёл, входящих в СПК Чапаев. Кооператив выращивает рис и люцерну, и люди хотят видеть результаты своего труда. Это же невозможно. 18 лет он отработал. Дайте что-нибудь, что он сделал для села. После того, как подошли представители всех трёх сёл, Буртани, Нижняя и Верхняя Арши, все собрались в местном Доме культуры. Здание, в котором проходят все значимые мероприятия, не ремонтировалось, наверное, с советских времён. Стоило только зачитать повестку, снятие председателя СПК и выбора нового руководителя, маленький зал переполнили эмоции. Председатель сельсовета напомнил собравшимся о заслугах действующего директора, который, к слову сказать, на это собрание не пришёл. И сообщил о его намерении добровольно покинуть пост в январе, предварительно отчитавшись перед работниками. Жителям Буртани и Арши было, что ответить на это заявление. «Мне нечего скрывать. Я в 10 лет сел за руль комбайна. Мой покойный отец имел стаж более 60 лет. Нам ничего не дают, ни техники, никакой другой помощи. А мы работаем 50 на 50. За все эти годы только 30 тысяч было перечислено на строительство мечети и всё. За все 18 лет больше никакой помощи нашим сёлам. Так не должно быть». «Каждое выступление находилось живой отклик в зале. Единоличное управление в течение 18 лет, без отчёта о том, какие доходы получает СПК и на что идут эти средства. Такая ситуация накопила много негатива. И всё-таки после бурного обсуждения, взвесив все «за» и «против», сельский сход постановил – смену руководства отсрочить до Нового года, а земли СПК передать в субаренду одному из жителей села Аршень. «По приглашению в старейшин и жителей села пришлось мне как-то поприсутствовать здесь. Здесь идёт речь о председателе СПК Нажмутинова-Булатипа, о снятой его занимаемой должности. А на сегодняшний день здесь только пришли к выводу, что я буду содействовать просто председателю СПК, чтобы он отдал землю нашим жителям». Этот вопрос ещё долго будет будоражить левошинские сёла. Но радует уже тот факт, что дело сдвинулось с мёртвой точки. Люди хотят зарабатывать на жизнь, не покидая свои дома. «Если сельчане к этому пришли и решили такой вот вопрос, ну против сельчан кто пойдёт? Я так думаю, ни один чиновник этого не сделает. И в данный момент вроде бы все удовлетворились». «Итог мне удовлетворяет такой, чтобы мы в селении вот это место сохранили, чтобы оно не ушло, не ушло, и чтобы могли люди, простые люди трудиться. Если так и будет, я думаю, хорошо будет». Вопросы передачи земель СПК в субаренду ждут своего юридического подтверждения. Собранные на сельском сходе подписи – всего лишь декларация о намерениях. Когда речь идёт о более чем 800 гектарах земли, одного намерения всё-таки недостаточно. Бария Тубрынская, Заур Алиев. Время новостей.